Программа «Тема дня», меня зовут Александр Вальман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательный гость, пресс-секретарь израильской полиции Михаил Зингерман. Миша, добрый день. Добрый день. С возвращением на родину. Спасибо. Ты был в Умане, там почти 40 тысяч, как пишут израильских хасидов, и не очень хасидов, и не очень израильских, отпраздновали Новый Еврейский год, Роша Шана, в Умане, возле могилы похороненного, Якова похороненного там, рабе Нахмана. Это все хорошо. Поддерживать порядок, как обычно, призвали не только украинскую полицию, но и израильскую. Ты был в составе нашей группы, вот по сравнению с прошлыми годами, ты не первый раз туда едешь в эти дни, чем-то они отличались от того, что было раньше, или все как обычно? Ну, вы знаете, очень много было людей, очень много было паломников, и причем, вы знаете, в этот раз просто очень большое было количество паломников, которые приехали именно из Израиля. Если вот раньше были люди, которые приезжали из Соединенных Штатов, то есть более полторы, две тысячи человек, были люди, которые приезжали из Франции, Бельгии, Великобритании, то есть довольно большое количество. В этот раз довольно мало этих людей приезжало из этих стран, и основная масса, конечно, приехала из Израиля. То есть 37 тысяч было где-то по нашим данным людей, которые, паломников, которые приехали в этом году в Умань, и из них 36 тысяч это были израильтяне. Огромное количество, представьте, какая нагрузка, 36 тысяч на город, население которого составляет 80 тысяч человек. То есть половина города сразу в определенный момент заезжает, причем они расселяются там в довольно таком маленьком клочке земли, который находится рядом с могилой Раби Нахмана. И там они снимают квартиры, снимают гаражи, живут в палатках, то есть огромное количество людей, которые там находятся, которые там отдыхают, которые там молятся, которые там питаются, которые там гуляют, отдыхают и так далее. То есть огромная нагрузка. И, конечно, израильская полиция там находилась, у нас было 20 человек. В этот раз в основном это ребята, сотрудники подразделения ЕСАМ, это особое подразделение, которое израильской полиции. Естественно, все полицейские русскоязычные, потому что мы работали там совместно с нашими украинскими коллегами. 600 украинских полицейских там находились и несли службу. И мы работали вместе с ними, работали по сменам, три смены, ночная смена, утренняя и обеденная, послеобеденная. То есть мы постоянно, наши полицейские находились и дежурили вместе, работали бок о бок с украинскими полицейскими. И вы знаете, я вам скажу то, что действительно ребята наши все были русскоязычные. И мы не только, это не только язык, то есть то, что мы понимали друг друга, у нас один язык, мы понимали друг друга в плане менталитета. То есть один и тот же менталитет. То есть ребята все полицейские, украинские, израильские полицейские прекрасно понимали в этом плане друг друга, прекрасно понимали, какая стоит перед нами задача и как выполнять эту задачу. то есть речь идет о двух основных задачах, которые там были, которые мы должны были выполнять, это прежде всего обеспечить безопасность всех людей и паломников, которые там находились, естественно украинских граждан, которые там и жили, которые периодически туда пребывали, для того, чтобы там находиться и делать, выполнять определенные вещи, которые там, они связаны были и с помощью хасидам, и сдачей жилья в аренду хасидам, и торговлей и так далее, то есть все это там очень серьезно налажено. Какие-то инциденты какие-то приходилось разбирать непосредственно вам. Да, и опять же продолжение, то есть и вторая главная задача, это охрана общественного порядка, то есть очень важный момент, и конечно я вам скажу, там и торговля наркотиками была, и употребление наркотиков, и квартирные кражи, и кражи, и были там и преступления, которые связаны с бытовой почвой, то есть и драки определенные, была и поножовщина, были эти происшествия, которые происходили между хасидами, то есть между ними самими, да, были естественно случаи, которые происходили между и между украинским населением и хасидами, то есть вы понимаете, то есть соприкосновение, оно очень-очень близкое там, и очень высокого такого напряженного, скажем так, уровня. С искоркой, я бы сказал. Огромное количество людей, да, пребывает. И я вам скажу, что было несколько случаев ограбления, которые связаны именно с украинскими гражданами, которые грабили хасидов, там было несколько случаев, когда водители такси, которые по дороге из Борисполя, и путем угроз, и ножами, и перцовым газом, они угрожали хасидам, и отбирали у них деньги, отбирали у них вещи, были, к сожалению, такие случаи, от этого нельзя уйти, это было, и мы совместно этими случаями занимались, и один из таких случаев, одно из таких происшествий ограблений было раскрыто, и совместно израильской полиции, и украинской полиции был арестован подозреваемый в таком ограблении, это, кстати, житель города Умань. Были случаи по ножовщин, которые происходили между хасидами, то есть что-то не поделили, или выпили спиртного, и так далее, начинались какие-то споры, какие-то проблемы. То, что я сказал о наркотиках, естественно, мы прекрасно понимаем и говорим об этом четко, однозначно, что среди тех людей, которые приехали туда, там были и преступные элементы, и те, которые приехали туда и совершали уголовное преступление, те, о которых, те преступления, о которых я говорю, ну, знаете, ну, 35 тысяч, если мы даже скажем о том, что 90 тысяч приехало нормальных людей, нормативных людей, которые не являются уголовниками, люди, которые приехали помолиться, исполнить свой религиозный долг, долги и так далее, что это огромное число, и 10% тех людей, которые приехали туда и совершали там преступные действия, правонарушения, представьте, 10% это 3,5 тысячи, это огромное количество. Слово, насколько верна байка о том, что во время паломничества в Умань туда со всей Украины съезжаются проститутки? Ну, вы знаете, я бы не сказал, что как бы со всей Украины, это действительно, я думаю, байка, но то, что там эти случаи имеют место, это да, мы можем об этом сказать, эти случаи имеют место, к сожалению, опять же, опять же, вы понимаете, это работает все с двух сторон, то есть это и украинские преступные элементы, которые прекрасно понимают, что есть возможность заработать, скажем так, довольно серьезные деньги, потому что приезжают люди, которые, в принципе, обладают этими деньгами, и хасиды, которые, по всей вероятности, не особо, скажем так, являются хасидами, являются теми людьми, которые приехали туда именно для того, чтобы погулять, для того, чтобы совершить какие-то противоправные действия. Поэтому, конечно, там своя специфика, и поэтому там и находится израильская полиция по просьбе, это очень важно подчеркнуть, по просьбе наших украинских коллег, по просьбе полиции Украины. Еще один момент, читая всякую криминальную хронику, связанную с последними событиями в Умане, напал на то, что один из так называемых интернет-ресурсов, называется «Информатор», опубликовал, как выяснилось потом, фейк о том, что наши хасиды насиловали 15-летнюю девушку. Полиция потом это опровергла, украинская полиция опровергла, но, тем не менее, несколько интернет-сайтов украинских эту версию, не версию, эту историю распространили. А вот что-то известно, слышно о том, против этого сайта кто-то подавал в суд за то, что они, в общем-то, их информация, фейковая информация могла привести к очень страшным последствиям. Ну, вы знаете, в принципе, насколько я знаю, то опровержение оно было, буквально поступило моментально. И то, что, в принципе, это фейковая информация, это все прекрасно это понимали. Но, конечно, там ситуация, которая является, и можно об этом сказать, она довольно является взрывоопасной, потому что, в принципе, знаете, там много элементов есть. И не просто так находится там израильская полиция, работает совместно с украинской полицией. Во-первых, это место, которое в потенциале может представлять для потенциальных террористов совершить определенное террористическое действие. В потенциале, вы представляете, огромное количество израильтян. Поэтому это очень важно в плане обеспечения безопасности людей. Здесь очень высокий уровень сотрудничества именно с украинскими правоохранительными органами. В этом плане, вы знаете, для них это важнейший момент. Потому что, не дай бог, чтобы была какая-то провокация, потому что, в принципе, это может скомпрометировать определенным способом и украинские правоохранительные органы, и само государство. Вы понимаете, это довольно опасная вещь. Поэтому там делалось все необходимое, чтобы это предотвратить. Окей, Миша, ну была там еще одна история, очень неприятная для нас, прежде всего, на берегу реки Каменке наши, так называемые, хасиды подожгли установленный там крест. Причем за эту акцию извинялись перед Украиной и глава еврейской общины Умани, и ни много ни мало израильский посол в Украине, Илья Белоцерковский. Что-то известно о расследовании этого инцидента? Ну, вы знаете, это произошло уже после того, как мы уехали, наша делегация уехала из Умани, когда после того, как, в принципе, все эти мероприятия закончены. Это было буквально два дня назад. Но, насколько я знаю, конечно, это также является продолжением того, что я сказал, насколько это является взрывоопасным местом. То есть, там находятся еврейские святыни, то есть, могила Раби Нахмана, это для евреев это святое место. И, кроме этого, там есть крест, который поставлен именно на том месте над рекой, где евреи производят и всегда десятилетиями производили этот обряд, это шлих, так называемое, купание. И это святыня христианская. И, конечно же, там это все рядом. То есть, нам нужно делать все необходимое для того, чтобы никакие провокаторы не совершили эти действия. Вы понимаете, те, которые вот это совершили, о том, о чем вы говорите сейчас, это провокаторы. Это не те люди, которые действительно представляют еврейскую общину, которые представляют евреев. Это те люди, которые пытались и хотели совершить какую-то провокацию, какую-то разжечь, какую-то, возможно, какую-то реакцию, какой-то конфликт. Но я вам скажу, что люди с обеих сторон, граждане, правоохранительные органы, сами люди, они прекрасно понимают, что действительно речь шла о провокации. И поэтому я думаю, что там, о тех извинениях, о которых вы говорите, я думаю, что там ничего не произойдет в этом плане. И ситуация будет спокойна, потому что обе стороны это прекрасно понимают на такой же основе, как вы помните, некоторое время назад бросили свиную голову, голову свиньи прямо на могилу раби Нахмана. И, в принципе, мы прекрасно понимали также, и евреи, которые там проживают, и правоохранительные органы Израиля, нашей страны, прекрасно понимали, что это люди, которые хотели совершить провокацию на этом месте. Это какие-то единичные единицы людей, которые хотели столкнуть лбами людей разных национальностей на национальной почве. Вы знаете, это им не удастся. Эта ситуация там находится под контролем, несмотря на то, что она действительно там, она непростая. То есть, практически постоянно это не только на еврейский Новый год на Роша Шана. Практически постоянно там движение идет постоянно людей. Просто на Роша Шана там находится действительно огромное количество. Поэтому там ситуация под контролем, и израильские правоохранительные органы всегда, в любую секунду, готовы оказать помощь и необходимую поддержку украинским правоохранительным органам. Это так будет. И так будет, я думаю, что еще десятилетиями мы будем продолжать и так сотрудничать. И это было очень здорово в этом году. Спасибо, Миша, за очень интересный рассказ. Ну, и надеемся, действительно, в дальнейшем обойдется без каких-то серьезных инцидентов. Хотя в любом случае они будут, какие-то будут, все равно. Спасибо. Спасибо, Миша. Спасибо вам, друзья, что были с нами. Марха Тиматова и тебе, Миша. Марха Тиматова. Спасибо, до свидания.